Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в Центре компьютерного обучения специалист Прим.ГТУ имени Баумана. Сегодня у нас встреча, очень интересная встреча с работодателями. И называется наша встреча «День карьеры». Это наш лучший работодатель и еще несколько лучших работодателей тоже есть. Мы сейчас вас представим с этим. Сегодня мы сделаем акцент на специалистов в сфере IT, информационных технологий. Но я думаю, что всем остальным тоже будет интересно, потому что вопросы, которые мы будем здесь рассматривать, они касаются и общих вопросов, поиска работы. И программа у нас следующая. Наши встречи продлится ровно полтора часа, то есть два академических часа или полтора астрономических часа. И мы закончим с вами в 19 часов 30 минут. Если у вас будет интерес и вы захотите пообщаться с работодателями, я думаю, они не откажут. Да нет, работодатели уже не будем. Пообщайтесь. Мы начнем с ярмарки вакансий, послушаем, что нам могут предложить наших работодателям. И потом, когда останется немного времени, я, Ольга Юрьевна Светлышева, это преподаватель Центра компьютерного обучения «Специалист», я отвечу на ваши вопросы, могу рассказать о том, на что нужно обращать внимание при составлении резюме, сопроводительных писем, как отвечать на вопросы, которые задают работодатели. Ну и работодатели тоже, наверное, нам помогут. Тоже посоветуют, что так. Кто знает, кто запрошел меня на фотографию? Телеф, ручьем на Центр. Как приятно, что наши слушатели знают лицо нашего директора. Это замечательно. Однажды Дмитрий Юрьевич сформулировал нашу миссию. А миссия звучит так. Учить людей так, чтобы их жизнь улучшилась. Ну и по нашим опросам выясняется, что да, действительно, жизнь улучшается. Поэтому мы сделаем все необходимое для вас. Не только обучаем возможным образом, но еще и помогаем, например, в поиске работы. У нас есть служба трудоустройства. Она уже много лет работает. На нашем сайте вы можете посмотреть информацию о службе трудоустройства. У нас есть консультанты по трудоустройству. И один раз в среду ежемесячно они проводят консультации. Если они захотят, тоже, наверное, что-то расскажут об этой службе и о себе. Ну, а сейчас эта фотография была сделана на одном из дней карьеры, когда мы приглашали представителей Суперджопа. Они несколько раз к нам приходили. Очень интересная встреча с ними была. Может быть, вот так сделано, как лучше и так. Вот. И тоже интересные вещи нам рассказывали. И вот сегодня у нас тоже тематическая встреча, но выпускникам Центра компьютерного обучения специалист рад любой работодатель. Это не просто слова, это подтверждение представителей Суперджопа. Они тоже проводили опрос и выяснили, что в среднем наши опытники примерно в течение двух дней находят работу через Суперджопа. Ну, а теперь слово предоставляем нашим гостям. У нас, если я все правильно помню, три работодателя, да? Елена, Евгений и... Ирина, и... И еще Татьяна. И еще Татьяна. Ну, давайте, поскольку Елена уже здесь, мы предоставим ей слово. Вам, наверное, нужна презентация, да? Вы сами будете или я могу поассистировать? Мне будет приятно. Если она удобно, можете. Да, а вы мне расскажите, с чего начать. С первого слайда? Нет, сейчас. Вот, я думаю, что... Хорошо. Вот из этого? Вот из этого. Вот из этого. Хорошо. Сейчас попробуем. Оп. Добрый день. Меня зовут Елена Тетерина, моя фамилия. Я являюсь представителем компании Сабрис. Наша компания является консалтинговой компанией в сфере IT. Мы на данный момент ищем себе стажеров. Стажеров на два модуля. Один стажер – это разработчик Сабрак. Второй модуль – это стажер-консультант ПП. Это производство. Что касается нашей компании, компания чешская. Головной офис находится в Праге. Также филиалы есть в Протиславии и в Москве. С 2004 года наш филиал в Москве. Территориально мы находимся в метрооходный ряд. Наши направления в основном – это мясопереработка. Мы внедряем в САП, являемся сертифицированными партнерами компании САП и действуем, можно сказать, вместе с САПом. Наши услуги – это внедрение и также поддержка продуктов САП. Также наше направление – это документы оборотов, контекст. Это тоже параллельно идет с САПом. OpenText мы внедряем и внедряли в X5. X5 – это пятерочка, перекрестки являются нашими клиентами, скажем так. Что касается мясопереработки, наш завод Черкизова, точнее, не наш завод, а где мы внедрили сам. Это Черкизова. Сейчас уже практически завершен этап, и у него там только поддержки. Сейчас есть проекты, которые в разработке, скажем так, в связи с этим мы ищем новые молодые кадры, начинающие, как скажем так, специалисты. Тоже главное быть молодым, чтобы иметь не возрастные критерии, а именно начинающие, скажем так, специалисты, что касается сложенных разработчиков и консультантов. Что касается стажеров, разработчиков, там у нас главный приоритет – это желательно знание английского языка, и второй – это технический курс, желательно. Что касается консультанта, это также английский язык, желательно разговорный, потому что приходится много очень коммуницировать с чешским офисом. Там есть международная команда, в том числе и американцы, и чехни, так как английский язык является международным языком, необходимо его знать. И в этом модуле командировки. Командировки от 50 до 80%. Центральная часть России, так возможно, также может посещение Чехии. Это в связи с дополнительным обучением, скажем так, если так будет необходимо. Что касается, почему мы расположены именно на обходном ряду, сразу бы сказать, это офис не совсем, скажем так, класса А, довольно-таки скромный офис, но это связано с тем, что именно всем удобно территориально находиться в центре. Добираться всем сотрудникам удобно, и в том числе, когда чешские коллеги приезжают в Москву, а на Белорусской находится чешский дом, они там останавливаются, и в то же время, скажем так, было удобно добираться до нас. Вот, что касается на сегодняшний день нашей компании и наших вакансий. Спасибо большое. Есть вопросы? Да, если есть вопросы, то мы соответствуем. Ну, у меня, наверное, все-таки такой вопрос сейчас, как вообще САП нормально в России, он развивается? Просто вопрос в том, что у нас сейчас отношения с нашими зарубежными партнерами, как говорит наш руководитель общий, да, они очень хороши, и сейчас 1С пытается, наверное, выйти. Ну, 1С в любом случае хороша тем, что оно на более мелких предприятиях, и последних таких САП, и на компании, и на самой системе больше. Конечно, что касается санкций, есть такое, но мы, тем не менее, новые проекты. То есть есть новые проекты? Да, есть новые проекты, да, на данный этапе будет согласование новых проектов. Что касается санкций, у нас и фрукты, и овощи под санкций, мы эти продают, мы не приобретаем, так что пока что развиваемся и в этом плане действуем. Что касается численности нашего офиса, в общей сложности, это где-то 200 человек, все офисы, 80% составляют это разработчики и консультанты. Если там вопрос по поводу первой вакансии, стажер-разработчика, как я знаю, компания САП у нас не обучают программированию САП в России как таковой, я не видел, собственно, каких-то учебных центров, которые этим занимаются. Компания САП занимается этим самостоятельно, то есть у них на сайте вся информация есть. Вопрос в том, что вы предоставляете этот доступ или как это идет? Так как мы являемся партнерами, сертифицированными, у нас есть доступ именно к стажерским курсам, к обучениям, именно корпоративным, и так что наши сотрудники имеют доступ в рабочее время. То есть если у меня есть опыт 1С, я могу к вам прийти, сказать, ребят, что я хочу в САП, я вот такой хороший, и вы говорите. Если вы готовы начинать со стажерской позиции, то почему вы? Отлично, спасибо. Спасибо. А у меня вопрос к нашим коллегам. А у нас ничего разве по САП нет? Мне кажется, у нас что-то было. Нет? 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 Курсов точно нет? Ладно, спасибо. Еще вопрос? Есть такое, что даже студенты, вчерашние студенты, которые приходят с техническими вузами, у них, скажем так, очень маленькая база на знание разных программ в плане разработки. Потому что даже, скажем так, педагоги сами говорят о том, что изучение далеко, скажем так, отстает именно версии каких-то разработчиков. Спасибо. Еще есть вопросы? Поблагодарим. Спасибо специалистов. Сама обучалась здесь, в связи с этим и вернулась сюда с целью уже подбора кадров. В том числе. Спасибо. Я думаю, что мы поможем, да? Подобрать кадры. Давайте еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Разведу я его тоже. Да, потом мы пообщаемся. Вот. И, пожалуйста, я приглашаю следующего работодателя, наверное, Инкерия. Ваша презентация тоже здесь есть. Вы тогда сами, да? Так, коллеги я могу так называть, потому что, как говорится, я сам учился и учусь постоянно. Я, скорее всего, не сколько конкретная работодатель, сколько я вам открою нишу, очень хорошую нишу. Так, я представляю школу, так, вернее, учебный комплекс. Кто знает, с недавних пор школы старые холтинги, то есть объединились, 3-4, по 5-6 там школ и так далее, в общем. Так, вот я представляю так называемый IT-полигон одной школы, так, который появился буквально с 1 сентября. И у нас есть очень большая потребность тоже в специалистов, скажем так, в преподавателей дополнительного образования. Ну, чем черт не шутит, может быть даже и училий информатики, которые мы сейчас предмет полностью переделаем в области именно информационных технологий. Вот это школа 1547. Так, Юго-Восток. Ну, далековато отсюда, хотя такие телепоригоны есть еще в четырех школах, насколько я знаю, по Москве. Ниша очень хорошая. Почему? Потому что, ну, вы там не сказали, вернее, на этих, не сказано, сколько получать будет специалистов. Вот я взял из РБК потребность наших специалистов в области IT для России, так. Ну, слайд, найдете в РБК, погуглите, там, в принципе, очень легко. Зарплата начинается от 100 до 300, видите, там даже 600 есть в БУТЕ рефинансы. Вот, кстати, САПовские, они от 100 и выше уже идут. И взял за 18-й год зарплату наших учителей и педагогов до образования, где-то в районе 80, так. То есть для того, чтобы вы поняли, в какую нишу попадаете. Так, может, и больше, честно говоря, потому что, допустим, учителя информатики, они тоже, по сути дела, выходят, вот и попадают в эти диапазоны. Итак, что же я предлагаю? У нас есть вот такой образовался IT-полигон. Сейчас, сами понимаете, нужны кадры для цифровой экономики, особенно будущие. Так, а почему мы вот с эти, почему мы сюда подошли, специалист по их программам, в принципе, очень хорошо подходит для школы сейчас, откровенно говоря. То есть то, чему вы обучились здесь, при какой-то небольшой адаптации такой, в принципе, для школьного развития, в принципе, достаточно для того, чтобы вести уроки, или вести какую-то кружковую работу, или проектную деятельность именно в наших учебных заведениях. Ну, вот смотрите, направление программирования, информационная безопасность, робототехника. Не буду зачитывать, в принципе, вы можете прочитать. По сути дела, отрежает ту же, как бы, канву тех курсов, в которые существуют специалисты. Ну, конкретно, если взять программирование, нам нужны те, которые смогут вести курсы практически на всех разновидностях языка C. C++ просто здесь просто выделен так, очень популярный C Sharp. Python, JavaScript, Swift, только молодой язык появился. Желательно открыть курсы. Как-то Python мы еще более перекрыли, а остальные, скажем, Java очень тоже нужна, кстати, разработчики Java на Java. Ну, вот нам нужны курсы по Java. LabVIEW, то, что вы знаете, LEGO Storm. Потом все, то есть, начиная все конструкторы, робототехнические, мы заканчиваем, в принципе, для разработки приложений на LabVIEW. Это уже, по сути дела, где-то первое, второе, может, даже четвертое курсы за любого. Программа, значит, что еще здесь? Локально. Значит, у нас есть микроцветник небольшой, три стойки, учебные стойки, в принципе. Так, в принципе, IT-академия Cisco создана, и мы можем от IT-essential базового курса до CCNA, CCNP и так далее. То есть, инженеров, да, этот IT-полигон, я забыл сказать, не только для детей, но и для взрослых тоже. То есть, если кто-то придет и будет нам преподавать, то он может, скажем так, зарабатывать и на взрослых тоже еще. Он для, по сути дела, всех школ на Юго-Востоке, скажем так. Дальше, робототехника. Не поверите, в эти полигоны закачали 120 лимонов, так, там все виды, насколько я понимаю, конструкторов есть. Какие-то, ну, я фотографии покажу. Так, это очень востребовано, отбоя, как говорится, нет. Моделирование визуализации. Заинтересованы специалистов, кто знает, особенно, кто прошел курсы по 3D-графике, то есть, и в том числе, CAD-CAM-системы, связанные, допустим, с инженерной графикой, так сказать. Ну, я имею в виду, Compass, там, AutoCAD, ArchiCAD, Fusion 360 и так далее. Просто всех не могу вспомнить сейчас даже. И те, которые, допустим, 3D-визуализация связана, допустим, с игровой индустрией, там, Unity, с C-Sharp, Unreal, 3D Max. Короче, все вот эти курсы, которые, опять же, есть здесь специалисты, в какой-то адаптации нам нужны тоже. Так, особенно вот все, что связано с дополненной и виртуальной реальностью. Кое-что мы сами закупаем из программного обеспечения, но, в принципе, все дойдет. Востребована. Ну, и высочистительные микропроцессорные системы. Начали, конечно, с Ардуинки. Там два направления робототехника и умный дом. Вернее, умный город сейчас уже, скажем так. И заканчиваем, ну, не знаю, там, Raspberry Pi. В общем, практически все микропроцессорные системы, которые более-менее даже недавно закупили из MBT System, их микроконтроллеры для того, чтобы можно было управлять, детей учить и управлять умными домами. Все это есть. Так, то есть, просмотрев курсы специалиста, в принципе, в общем-то, мы решили, что, если кто-то из вас закончил, или кто-то уже даже учится, только еще учится, ничего страшного, приходите к нам, приходите в школы, это очень востребовано будет. Это мои координаты. Ну, если хотите, я покажу условия, скажем так, в которых мы сейчас проживаем. Так, что такое антиполигон в современном смысле слова. Вот буквально быстренько фотографии. На чем оборудование? Вот у нас есть цисковские, выбили циско маршрутизаторы. Так, а, здесь нету, да, тогда я открою сейчас, секундочку, и талии. Открою с помощью, ну, давайте так вот. Так, быстренько пробежимся. Вот такие классы, вот, по сути дела, тех, которые выучились, у нас тоже есть. Вот наша микросот-серверная, так. Так, здесь же 3D, то есть здесь класс поделен рабочей станцией для 3D графики. Везде панели, так. Вот, кстати, обратите внимание, это умные теплицы, которые делают наши 6 класса, по сути дела, 6-ти классники. То есть на ардуинке созданы, скажем так, это для сети фермеров. Знаете, сейчас новая специальность появилась у нас здесь в городе, так, для того, чтобы выращивать любые виды растений. Сами делают, вот, надо проектировать на Fusion 360 каркасовый прототип, вот этот вот деревянный, выпиливают. У нас есть лазерка. Так, ардуинку даем. Ну, и все остальное, начиночку, сами делают. То есть, по сути дела, производят для сети фермеров небольшие такие фортотипы умных теплиц. Вот наша полка с самыми разнообразными видами робототехники. Пожалуйста, можете посмотреть. Ну, практически все есть. Так. Второй этаж. Там тоже есть зона, скажем так. Вот, как бы, пробегусь просто на прошлое видео. Очень приличное здание. Все, как бы, бывший актов зал переоборудован в так называемый IT-полигон. Так. Вот сервальные стойки. Три штучки. Это такой небольшой микрософт. В принципе, чтобы вы знали, мы занимаемся так называемой Edge-компьютингом. Ну, то есть, компьютерный для конечных пользователей. Это в классификации, ну, так сверху, это со второго этажа. Так и идут занятия в таком духе. Поэтому, если есть желание, скажем так, применить ваши знания, которые вы получили в специалисте, на более таком адаптивном уровне. В общем-то, welcome. Зарплату я вам озвучил. Так. Ну, и условия. Вот они. Так. Вопросы есть? Ну, вот у нас уже из МГУ читают по редактированию генома. Ну, есть такой биоинформатика. Вот набрали ребят и очень пользуются спросом. Все? У меня все. Все, вопросы есть, пожалуйста? Да. Всем все понятно или ничего не понятно? Ну, у вас будет время еще пообщаться, да, после окончания. Сейчас поблагодарим. Дальше у нас, если я правильно помню, Татьяна. Татьяна, пожалуйста. Чьи туфля? Татьяна. 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 профиля. Кадровое агентство «Эверофимпл», мы специализируемся в основном на подборе персонала для банков. И в настоящий момент у нас есть как раз вакансии, их несколько, программистов, начинающих программистов, для юридической компании, которая оказывает услуги как раз таким крупным корпоративным клиентам, как банки и в том числе физическим лицам. Компания сравнительно молодая, три года, тем не менее, за этот период она прошла такой хороший путь от небольшой компании, нестабильно стоящей на ногах, до компании, которая уверенно себя чувствует на рынке и завалюрует с каждым днем позиции все больше. Соответственно, территориально располагается она в районе метро «Правитарская» или «Крестьянская застава», офис шаговой доступности, рабочий день гибкий, готовый подстраивается под пожелания кандидата. Можно начинать рабочий день либо с 9.30, либо сбегать на 2 часа, как вам будет удобно. Основная задача сейчас, которая стоит перед домой найти пички программиста. Начинающий пички программист, но того человека, у которого будут гореть глаза, кто будет рваться в почту, называется, и ему будет интересно в этом направлении развиваться. Какие задачи будут стоять? Есть некий коробочный программный продукт, который создан разработанный и при компании. Этот коробочный продукт адаптируется под какой-то конкретный банк, который становится клиентом компании. Соответственно, задача программистов произвести вот как раз таки вот этот процесс интеграции. Связайтесь воедино, чтобы все работало. Понадобятся знания, прошу прощения, фронт-энда и бэкэнда. Есть люди, которые готовы осуществлять настоящее, которые готовы помогать, не просят, помогут во всем. От человека требуются какие-то начальные знания, которые человек получит. И готовность дальше развиваться. Опять же, заработная плата белая полностью. И сейчас, к сожалению, не у всех работодателей есть. Мы со своей стороны помогаем кандидатам пройти успешно собеседование, помогаем доработать в резюме и сопровождаем его в течение всего периода испытательного срока, пока он адаптируется компанией. Если есть какие-то вопросы относительно работодателя, относительно условий или другие в какие-то моменты, готовы отвечать. Отписание вакансии скромненько на листике. Я выставляю детей со всеми моими контактами. Если есть желающие, то будет рада пообщаться. Спасибо. Вопросы есть? Вопросы? Да, да. Пожалуйста. Вставайте, давайте. Вопросы есть. Можно у вас оправить задумку? Где-то, что-то выбрать задумку? Нет, ну конечно можно, если вскоре есть вопросы непосредственно от того, как раз мы обсудим, что что необходимо дополнить, чтобы резюме было не объявлено. А так, в общих чертах, я понимаю, что все вопросы касательно составления резюме будут рассмотрены в второй части. Спасибо. Еще какие-то вопросы есть? Есть вопросов нет? Благодарю. Вот у нас пришли еще работодатели, но я предоставлю слово сначала Ирине, наверное, да? Ирина, сейчас расскажите, пожалуйста, о вакансиях, а потом, скажите, за немного, придут себя отдышать и послушаем. У нас сегодня такое стечение работодателей, работают так замечательно, и не все смогли идти лично, оффлайн, а некоторые решили, что они представят свои вакансии хотя бы так, потому что я уже говорила, что уже достаточно. Вот, поэтому еще две компании представлены здесь на столах, и компания это достаточно крупная, Техносерп, и это значит раз, вот здесь я вот сейчас перечислю разработчик джанна всегда системы инженера, аналитик данных, и вопс, нового года, руководитель проекта и ведущий консультант сад, то есть если кому-то интересно, вот здесь я с кучатом наберем. Вот, и еще у нас буквально совершенно свежая, свежая вакансия от компании Феста, вот здесь вот есть визиточка, они ищут и именно начинающего программистра в 1С. Вот здесь вот есть визиточка, но единственное, что я хочу сказать, что после этого мероприятия в неделю мы сделаем такую группировочную рассылку, куда включим все вакансии, которые здесь есть в печатном виде и еще представленные, то есть все мы это соберем, консультируем и каждый из вас все это получит. Поэтому нет смысла там какого-то ажиотажа, вот, все будет системно. Вот, очень радостно, что я действительно уже, ну, вот, нельзя, уже, наверное, по 8 работодателей, то есть тренд однозначен, очевиден, вот, поэтому очень здорово и я думаю, что мы будем это делать даже чаще, чем раз в месяц, судя по наплыву работодателей. Прямо, что открылось. Спасибо. Думаю, что да. Так, уважаемые коллеги, пока я сейчас сделаю вот что. Ирина сейчас немножко здесь по шаманик, вот, я начну отвечать на ваши вопросы, по резюме, по собеседованию, и как только Ирина будет готова, она готовит почву для нового работодателя, мы сразу же с вами перейдем к этому. Хорошо? Так, сейчас так сделаю. Так, ваша что-то это все. итак, уважаемые коллеги, у нас заявлены вопросы по составляющей тимы и по собеседованию. Я уже услышала, что есть какие-то вопросы, по неимой, если есть конкретный вопрос, вы можете сейчас задать, попробую осуществить. Ну, например, чтобы, может быть, всем это было интересно. Какой-то вопрос. интересует по сокращению резюме писать конкретно на какой-то профессии как бы вододатель не терялся всякой душеве, что мы организовали. Давайте, поскольку работодатели здесь есть, мы зададим им вопрос, потому что из первых постов мы услышим. Итак, вопрос в следующем. А как составлять резюме? Развернутое или все-таки краткое? Я правильно поняла? На первых парах? Елена, что скажешь? Желательно резюме составлять не более, чем в этом стране. Стараться составлять конструктивно, соблюдать иерархию и стараться больше фактов, но меньше многих. Если вы ищете работу на несколько вакансий, просматриваете несколько вакансий, на каждом вакансии отдельно иерархи. Если вы ищете разработчиков, делайте разработчиков стажера, делайте отдельное резюме стажера. И такой еще момент, если вы хотите, чтобы они, скажем так, отображались вдруг за трюшкой, то у вас разные дропатные ожидания вакансий, которые вы втайны перефирируют. Экспирируйте на опасность почтовых источников. Спасибо большое. Спасибо большое. А давайте на какую-то часть выгодить. Может, Катяна поможет. Спасибо большое. Полностью присоединяюсь, потому что сказала коллега, и хотела бы дополнить немного тем моментом, что действительно перегружать какой-то информации не стоит. Нужно лаконично излагать свои мысли в разделе обязанностей 5-6 каких-то пунктов, даже группы смысловых блоков, на которые вы хотите сделать акцент. И, как правило, по моему опыту третье, второе третье смысловое блок это то, на чем соискатель хочет акцентировать свое внимание. Если касательно программности человек пишет, что он разрабатывал сайты, то нужно для этого указывать, что это были за сайты, хотя бы приблизительно, что это за сайты, какие технологии использовались, если это была командная работа, то указать, что старая работа была выполнена желательно составить какой-то команды, потому что человек может либо один выполнять новые задачи, либо эти задачи делятся между количеством людей, потом менять фронт работы у каждого человека. Соответственно, все те технологии, которые вы использовали и знаете, должны обзать на пути каждому. опять же секрет такой напоследок, когда вы рассматриваете вакансии, которые размещены на сайте Google, Job или Хэппланты, то в вакансиях указаны требования работодателя, какие-то навыки, какие-то знания, просмотрите, что пишут работодатели требования, и если эти знания и навыки есть, они должны быть в вашем бизнесе, поисковым запросам ваше бизнес будет найти среди множества других. Спасибо большое. Евгений, добавите что-нибудь? Вы как работодатель. Как работодатель? Коллеги, не бойтесь верить на знания. Скажем так, то, что вы приобрели здесь, ваше знание называется шеринг. У нас шеринг экономия. Экономия сейчас искупает наделимся и автомобилями, и квартирами. Делитесь знаниями. То, что вы затратили уже здесь на специалисты. Вы можете восстановить или восстановить там, где люди на вкушки. В частности, переходите к родителям, уже станет такие же, но в принципе немножко упрощенного варианта. Поэтому не бойтесь писать, пишите где-то я поставил, в общем-то здесь не обязательно иметь педагогическое образование. Мы поможем. Педагогически адаптируем ваши ваше службу. Поэтому прикормите. Спасибо большое. Я просто хотела сказать очень хорошую мысль, здесь прозвучала, что если вы не полностью не на 100% соответствуете требованиям вакансии, все равно надо пробовать. Правильно говорю? Поэтому действительно ничего не будет. Идеальных кандидатов нет, и старайтесь просто показать, что вы умеете. нажимаем в описании работы. Ну и соответственно желательно, чтобы оно было как говорили две-три страницы. То есть когда оно на 10 страницах его как минимум читать сложно. Очень долго процесс получается. и когда коротко тоже непонятно. То есть такая компания, такая должность, что делал, какие функции выполнял. Хорошо пытается все рассказать. то есть среднее количество страниц золотая середина. есть вопрос волнует уроки, которые учились специалисты, может быть, в их центрах, но не имеют опыта, нет опыта в работе. Что делать таким людям, которые отучились соответственно нет опыта, не будут. Спасибо большое. Вопрос очень важный и очень хороший. Давайте мы предоставим слово. Ирина сейчас расскажет про своей команде, а потом сразу же отвечаем на этот вопрос. И вот Елена уже готова вам ответить. Сначала предоставим слово Ирине. Ирина, у вас получается автоматически все это происходит. Сейчас коллег своих положу. Идите, потому что он у меня не слушается. Михаил, вы знаете, он прям вот Геннадий. Вы тоже можете подойти, вам у нас есть предоставка. Можете присесть, пожалуйста, присаживайтесь. Работаем. Работаем. мастер-хост. А мы представляем компанию Мастер-хост. Компания образовалась в 1999 году и, соответственно, занималась изначально хостингом, далее она начала заниматься доменами, регистрацией доменов. Соответственно, сейчас у нас есть и хостинг, и домены, доменные имена в разных, соответственно, зонах. В том числе в новых зонах, кроме того, и премиальные домены, и аренда доменов, и в целом, в общем-то, услуги связаны с трансферами и поддержками. У нас есть собственный дата-центр, который поддерживает как раз серверные все зоны. У нас очень много клиентов, в частности, которые давно с нами сотрудничают, и партнеры также, которые давно с нами сотрудничают. Есть те, которые присоединились недавно. В числе партнеров в таких компаниях, как Касперский, Майкрософт, мы являемся партнером компании Майкрософт. В области хостинга, виртуальных систем, также и в области хостинга почты, почтовых сервисов, это технологии Майкрософт-эрсченч. Также в списке наших услуг это и ESL-сертификаты для защиты доменных именов. Также у нас есть новые направления, это электронно-цифровые подписи, защита конфиденциальной информации. Также разработки проекта ОФД, то есть мы будем являться оператором фискальных данных. На данный момент их 19, мы, скорее всего, станем подзадками, очень надеемся. С 2019 года это будет, в общем-то, для всех обязательно. Поэтому будем предоставлять, соответственно, и такие услуги тоже. Каких услуг нет, тоже будем, видимо, разрабатывать. И как-то, чтобы полный сектор предоставлять. Ну, к нам вот можно устроиться на работу. Вопрос в том, что люди без опыта выставляют. Да, без опыта выставляют. Все зависит от знаний, да, то есть есть приходят с обучением, но знаний так таковых как-то не получили, да. А есть те, которые очень быстро на занятиях, да, все понимают и опять же делают это дома. Как-то практика. Здесь, понимаете, я здесь вас перейду. Все-таки самое главное, это практика. Понимаете, можно, наверное, месяц заниматься практикой и ничего не давить можно. Естественно, я в этом же, да, и сказал. Ну, как бы зависит, конечно, практика. Люди приходят, они, может, к тебе, и главное, как это занимать, в целом, в целом, в целом, в целом, в практике. Ну, мы также рассматриваем людей. Я вас на сайте, да, у вас есть на экранах, там с ним пишут опыт работы подборы. Конечно, это смущает, я думаю, ну. Но все равно пробовать стоит, чего нет. Есть те, которые достаточно долго, мы говорим, знаний, в общем-то, особо и нет. И позиционируют себя, вот мы знаем это, мы знаем это, а по сути получается, что знаний-то в общем-то нет. Когда обучение... Да, мы рассматриваем, конечно. Иначе мы бы сюда не приехали. Хорошо, а есть стажировок? Мне может быть на работу стоимость, допустим, какой-то стажировок, ну, для... Может быть, как бы, я вам понравилась, может быть, если не понравилась, то я, как бы, один какой-то меч, который для себя в обществе стажировки, мне, как можно сказать, на помощь, например, вот в этом, как у вас компания? Ну, на данный момент у нас стажировок, насколько я знаю, нет, но это можно уточнить руководство, может быть, они сделают какие-то... Какие, опять же, стажировки. Но, опять же, есть, да, испытательный срок, на который человек приходит, да, и три месяца, если он себя показывает, даже без опыта работы, но он говорит, я хочу, у меня есть знания какие-то, и его берут... Отсекает мне немного подработки на собеседование, и уже, по сути... Ну, у нас в любом случае на собеседовании присутствуют специалисты этих департаментов, отделов, да, и они уже тоже вместе со мной, да, ну, то есть мы совместное такое проводим собеседование, и сразу же выясняют все подробности, в том числе и профессиональные навыки. Ну, я могу рекомендовать, я вам немножко бы не знаю, да, смогу... Ну, у нас достаточно много, да, в том числе приходят люди, которые просто держали какое-то время на сайт, да, на нашем... В общем, и приходят, почему нет, мы, опять же, открыты и очень позитивно относимся к тем, кто с нами сотрудничает. Спасибо. Можно вам посмотреть, реально? На, окажем. Ну, там, бизнес-центр, соответственно, территория... Ну, да, тот центр размещен на Тульском учреце, то есть некоторые вакансии, да, то есть это инженеры, которые занимаются инвестиционным оборудованием, но тогда они работают на Тульском учреце. Сейчас здесь, по-моему, мы, да? Да. Аналитика какого дата-сайта? Какого дата-сайта? Ну, видимо, сейчас не требуется. Да, сейчас. Я задолго. Вопрос руководителю. Да, спросите. Да, уточните. Если у вас данные все равно, то залит на алкогольчик. Данное. Хорошо, Катя. Хорошо, уточню. Вопрос. Вопрос. Системный администратор ЮНИКС. Замечательная профессия, великолепная, просто, ну, open-source, святое. Вот. Вопрос в том, к примеру, да, я хочу устроиться к вам в системном администраторе ЮНИКС. С Линухом знаком давно уже на протяжении, не знаю, лет восьми зарабатываю на нем деньги. Вот. Но вопрос в том, что да, я знаю Ansible. Да, я, собственно, могу настроить, сделать. Я работал с Red Hat. Ну, у меня были маленькие объемы. То есть, если сервера, то штучек 10. Если там, не знаю, на AWS разворачивал что-то, тоже штучек 10-15 и все. Обычно, приходя в компании, другие, когда начинаешь говорить, ребятушки, я вот знаю вот это, вот это, вот это, но объемы у меня маленькие были. Если на PostgreSQL базу держал, ну, гигов 40. Они говорят, у нас терабайт 5, мы вас не возьмем. То есть, вот вопрос, могу ли я к вам прийти и сказать, ребят, я знаю, но вот в таких больших объемах я не работал. Я думаю, то, что серьезной проблемой это не будет. И большинство специалистов, которые у нас, ну, переходят в компанию на данные позиции, у многих тоже недостаточно опыта. Это именно работа с большим дата-центром, да, с большим объемом серверов. И, в общем-то, коллеги помогают, адаптируются, подсказывают. И в целом в нашей компании нету такого, что вот тебе фронт работы, давай. Как хочешь. Реально, мы как команда, мы все нацелены на решение, на основные задачи, на достижение результата. Поэтому все в компании делятся знаниями и прокачивают своих сотрудников, в том числе. К тому же у нас есть несколько отделов, в которых требуется Unix-администратор. Это и отдел эксплуатации массовых сервисов, и, собственно, Unix-отдел, который занимается разработкой новых продуктов. То есть из-за тех или иных знаний человек может прийти либо в один отдел, либо в другой отдел. Должность будет примерно одна и та же, но уровень знаний будет немножечко другой. Спасибо. Затичие вопросы. Если я правильно поняла, то работодатели все выступили, да? Лиза, продолжите? Продолжите. Хорошо. Тогда продолжаю я. Итак, нам надо было ответить на вопрос, я вас первая, и уже работодатели рвались ответить на вопрос. Без опыта работы, правильно понимаю? Я думаю, что не холодно. Конечно, конечно. Елена, прошу. Вы можете сюда подойти к нам, чтобы все вас видели. Я ваш вопрос хочу ответить. Окончили этот курс? Нет у вас опыт. Пишите проводительные письма. Не бойтесь этого. Самое главное, вы... Почему вы хотите работать? Какой вы опыт получили от этого? Обучались? Чему вы научились? Пускай она будет небольшой. Предложение 5, 6, 7 максимум. Но вы конструктивно изложите. Для чего вам это? Почему вы выбрали именно эту профессию? Почему вы хотите сменить сферу деятельности? Спроводительные письма пишите и не бойтесь писать. Еще такой момент. Личные качества. Наверное, большинство коммуникабельных, общительных, целеустремленных. Не пишите. Пишите лучше какую-то ситуацию. Пишите. Почему вы коммуникабельные? Опять же, коммуникабельные кто? Разработчик? И мы поднимаем коммуникация на меньше степени. Он разрабатывает. Мы усидчивые. Опишите ситуацию какую-то. Что вы сделали? Какой результат вы добились? Также вам и предложение. Это вам больше будет сыграть в резюме. И будет больше ответ. Одно дело вам резюме написать, а другое дело все должны его защитить. Пишите правду, но правду, что вы умеете. Излагайте суть. На собеседовании еще такой момент. Не бойтесь спрашивать. Все даже спрашивайте. Может быть, какую-то литературу, когда вы мне прочитаете? Какие-то, может быть, ошибки? Какие плюсы? Спрашивайте еще про литературу, что он вам очистит? Еще вопрос не видит? Спасибо большое, Лена. Татьяна, может быть, вы ответите на этот вопрос? Что-то добавите? Да, я могу добавить. То, что информация интересна. Можно с искать и написать в разделе, который предполагает описание личных качеств. Да, о чем-нибудь, конечно. Или обо мне что-нибудь в этом роде. Часто люди пишут о том, что они молодые люди. Занимаются спортом, достигают каких-то результатов. Пишут о своих увлечениях. Потому что это кажется, что у наблюдателей это может быть неважно. На самом деле, если человек увлекается, например, спортом, и есть какие-то результаты, то это тоже его характеризует как личность. Это бывает очень важно. Если у него широкий круг интересов, это тоже хорошо, это означает, что достаточно развитая, разносторонняя вечность. Бывают какие-то интересные вещи, если искатели пишут в этом разделе, на которые сразу обращаешь внимание. Вот, например, последний искатель, который был предустроен буквально неделю, человек лучше на работу. У нас с ним вообще интересно связано с знакомствами. Я прочла резюме. В общем-то, стандартный, ничем не уделяющийся. И в конце мы как раз-таки разделим дополнительные информации. Он пишет о себе, о своих продуктов влечениях. И дальше, ну, рекрутеры, это как раз рекрутеры часто нас любят протестировать на внимание. А теперь я протестирую рекрутер. Если вы полностью все прочитали, начинайте письмо с фразы «Салют». «Салют» там, ну, и дальше «Поение». Вот, я полностью прочитала резюме, я начала письмо именно таким образом. Он быстро ответил, связалась переписка, и очень быстро человек, действительно необычный, интересный, разносторонний, уделенный на работу внимания «Салют». Спасибо большое, интересный пример. Да, пожалуйста, Евгений. Академия, пишите в результате свои амбиции, амбиции. Амбиции – это то, что вы можете, скажем так, похвали себя. Если себя не похвалите, понятно. Я почему говорю, потому что если у вас какие-то проекты были, какие-то вы хотите, какие-то вы сделали в проект, допустим, в школах очень много конкурсов работают сейчас, которые финансируются из разных источников. Вы как миллион, полмиллиона, не составляет большого труда. Поэтому, ну, для этого необходимо проявить себя, показать, что вы можете что-то сделать, как на манечном, как преподаватель московский бизнес-школ. Поэтому, ваши амбиции должны быть даже в вашем режиме. Тогда работодатели, в принципе, мы, если вы поняли такой проект, вперед. Спасибо. Можно я тоже добавлю? Вот Евгений рассказывал про школу, это здорово, замечательно, и действительно, преподавательская деятельность, она помогает человеку не только заработать деньги, но и реализовать себя, потому что те знания, умения, навыки, которые вы накопили, хочется уже со временем кому-то передать. В данном случае это здорово. Но многие боятся это начинать, потому что говорят, ну, у меня же нет педагогического образования, я не знаю, как преподавать, я знать знаю, а передать знания не могу, как распределять время на занятия и так далее. Многие вопросы вот такие возникают. Так вот, мы, например, сделали специальный курс, но он уже достаточно у нас давно идет, называется преподавание для взрослых. Если кому-то интересно, приходите, мы будем рады вас видеть. Там смысл заключается в том, что мы берем, приглашаем практиков, у которых есть знания и желание делиться, и рассказываем о том, как правильно это делать. А что такое андрогогика? Например, кто знает андрогогика? Это наука об обучении взрослых. Есть педагогика, есть андрогогика. И вот как раз, как правильно учитывать особенности взрослого человека, как распределять время, как методику, какие использовать инструменты для передачи информации, как себя вести и так далее. И много вот таких вот моментов мы там рассматриваем. Так что приходите, будем рады вас видеть. Еще я услышала, что, по-моему, Елена говорила, желательно знание иностранного языка, да, английского в частности. Я еще раз хочу напомнить, что у нас шикарные курсы есть, причем даже есть новый курс, коллеги, если я ошибусь, поправьте меня. это разговорный английский, да, его совсем недавно сделали, именно разговорный английский, если надо будет общаться с кем-то. Там, наверное, и грамматика будет немного, и ничего, что так, но в основном это вот, это общение, потому что наша школьная система, она, к сожалению, учит нас, может быть, читать, учит грамматики, а вот говорить, все-таки барьеры какие-то существуют. И вот на этих курсах вы сможете пообщаться с друг другом и развить свой английский. Ну, кроме того, там есть еще и начальные курсы и так далее английского языка. У нас есть еще, кстати, возможность бесплатно протестировать знания английского языка. Знаете об этом, да? Знаете? На Машемудске все и есть. Можете зайти и бесплатно протестироваться. Преподаватель вам, я не знаю, это программа тестирует или преподаватель? Программу тестирует. Ну вот, программу тестирует. Пожалуйста, вы видите свой уровень и тогда приберите, надо ли Ярине посылать свое резюме, Или еще рановато, надо что-то подтянуть, например. Спасибо. Еще какие вопросы? Мне очень повезло, у нас такие активные работодатели, они за меня делают всю работу, а я только соглашаюсь. Это изменение профессиональной деятельности. Писатели по местам работы хорошего делать. Если она, допустим, я уже программист, а я работаю. Спасибо. Кто ответит? Из работодателя. Я-то на вашем месте написала. Ну, в любом случае, это показатель, чем вы занимались, да, показывает, чем вы занимались. Если, ну, может быть, какие-то, да, не все вещи описаны, но какие-то последние, как мы вам местом можем показать. Ну, в том числе, да, почему вы решили сменить деньги. Возможно, сопроводить на письме, то есть, ну, не очень много, да, чтобы это было коротко, сжато, ну, как бы написано, почему вы решили поменять. Спасибо. Спасибо. Елена. Елена, на вашем месте тоже ухаживала, но, скажем так, если вы учебное заведение закончили много лет назад, конечно, не надо весь путь. Последние 5-7 лет, что вы ухаживаете, и также, когда хочется проводить на письме, можете описать по той причине, что вам интересно, чем это интересно, новая выбранная вам специальность. Спасибо. Спасибо. Я еще бы хотела добавить, что, полностью согласна со своими коллегами, но я не могу с вами согласиться, сами понимаете, вот, вместе обучали, что называется. Так вот, я бы хотела добавить, что в тех функциях, которые мы выполняем, могут быть смежные функции. Ну, вот, к примеру, я окончила высшее учебное заведение, педагогическое университет, затем подавала и затем хотела уйти в HR. Как я рассуждала, что тут есть общего, да? Первое, HR, менеджерный персонал, работает с людьми, я работала с людьми, у меня есть навык работать с людьми. И второе, HR работает с документами, у меня тоже есть навык работать с документами, именно на этом я делала акцент. Ну, конечно, первое, на чем я сделала акцент, это то, что я прошла курсы профессиональной переподготовки, и что я получила диплом, многие из вас тоже проходят такие курсы у нас, мы выдаем диплом, и это свидетельство квалификации. И плюс ко всему, несмотря на то, что я никогда HR не работала, но у меня есть некие навыки, которые уже могут пригодиться в моей работе. То, что вы можете сделать, просто проанализируйте, что именно, и все смежное может быть. Спасибо. Еще вопросы? Пользуйтесь возможностью, сегодня вообще шикарно, столько работодателей могут дать вам практические ответы. Ну ладно, пока вы думаете, давайте я покажу тогда слайд, может быть, он навеет какие-то вопросы. Это структура взаимодействия с потенциальным работодателем. Откуда узнают работодатели о нас? Ну, скорее всего, из резюме, из сопроводительных писем, наверное, из портфолио, рекомендаций и так далее. Да, вот есть нечто такое, от чего надо отталкиваться. Затем, если резюме, это сопроводительное письмо, портфолио, рекомендации заинтересует, то наверняка вам позвонят. Вот я бы хотела обратиться к своим коллегам, скажите, пожалуйста, вы всегда звоните или все-таки иногда просто, прочитав резюме, отправляете сразу приглашение на собеседование? Нет, бывает так, что не звоните и отправляйте. Я сказала, что бывает по-разному, все зависит от той вакансии, о которой идет речь. Как показывает опыт, а эти специалисты отвлекаются быстрее на письмо. Спасибо. А вы письма именно с приглашением присылаете или какие-то вопросы наставите? Письма с приглашением. Сразу, да? Хотим увидеть. Я присылала предложение продолженное общение. Если человек говорит да, то да. Конечно, я обязательно всех людей, которые мне отправили приглашение, я прозваниваю, и если отказ имеет место, я уточняю, почему? Ну, в первую очередь, для этих специалистов, конечно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, что касается, я скажу, я узнал, я увидел, что это, скажем, пометочка. Что касается этих специалистов, предпочитательная связь на письмо, ну, пишу письмо. Если на врате информации, то через фон, бывают случаи, когда так же пишу. И если на каком-то другом ресурсе, скажем так, пишу письмо, затем звание. Слушайте, я считаю, что человек получится на тебя предупредить, возможно, мне не комфортно, а либо еще что-то. Да, мы не встречаем, потом мы ждем позвонить. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А вот у меня тогда родился еще один вопрос, который часто задают. Я веду семинар, он называется «Успешный поиск работы и трудоустройство». Я вижу знакомые лица, те, кто посещал семинар, и всех остальных приглашаю на этот семинар, потому что он бесплатен для всех, и, по-моему, даже не только для наших слушателей, но для всех абсолютно. Приходите. Там мы подробнее будем об этом говорить. Так вот, часто вопросы задаются. Почему я отправляю резюме работодателя или отвлекаюсь на вакансию? И тишина. Мне никто не отвечает. И вот этот вопрос, ну, у меня есть какие-то мысли по этому поводу, но мне бы хотелось узнать наших работодателей. А действительно, почему вы не отвечаете нашим соискателям? Не очень удобный вопрос, конечно, но тем не менее. Да? Лена, расскажите. Давайте. Бывает, случается такое безусловно. Но, уважаемые компетентарты, не бойтесь звонить. Спрашивайте, бывает, ага, забыли, случайно, безусловно. Отправили письмо, отклилили, можете смело звонить, там, дня через два. Хотите раньше, звоните. Звоните тем самым, напоминайте о работодателе о том, что вам это вакансии интересно. Позвоните, откликнулся буквально сегодня. У меня на лаванце откликнулся кандидат вчера. Я это резюмой видела, но так как еще решение не было принято, он позвонил. Я буквально по горячим следам просмотрела штатанта или откликнулся. И пригласил нас в беседы в следующий день. А если бы он не позвонил? Возможно, бы позвонила, а возможно, иди на ответ. Спасибо. Спасибо большое. Ирина, согласна, Ирина? Да, согласна. Но в любом случае не всегда есть время обзвонить всех. Потому что достаточно много кандидатов на какие-то вакансии. Бывает очень большой конкурс и отклик, даже физически не успеваешь посмотреть и прочитать. Всех. Бывает просто на рассмотрение. То есть прочитала, но пока не уверена, то есть есть другие, да, которые тоже приглашены. И опять же на рассмотрении находятся. То есть возможно, если отказа нет, то возможно еще к этому риску. И я не могу сказать, что я не могу сказать. Спасибо. Да, Ирина. Ирина. Напоминайте. Помогите работодателю. Напомните о себе. Если компания вам очень нравится и вы жаждете в этой компании работать, звоните, отправляйте, пишите письма, сопроводите ему письма. Даже можете на то, если вам это вакансия действительно, действительно нравится компания и данная вакансия, то, о чем вы мечтаете, где-нибудь перейдите дальше. Спасибо. Если что? Бывает, да, люди звонят по 3-4 раза. Я физически где-то на собеседовании или еще, я не успеваю, но я вижу, мне передают, что этот человек звонит, звонил, звонил, я понимаю, что я не могу ему перезвонить, я ему перезваниваю в любом случае, на договоре вся встреча. То есть он мотивирован, он хочет работать, да, показывать свое желание. Татьяна, вы так же? Да, я полностью согласен. Спасибо. Ну, если вам скажут, зачем вы надоедаете, вы скажите, а нам рекомендовала Елена, Татьяна и Ирина. Лучшие HR города Москвы и Московской области. Далее, значит, телефонное интервью, если все нормально пройдет, нас пригласят на собеседование, могут попросить заполнить анкеты. Анкеты бывают разные, бывают очень большие анкеты, неудобные, бывают глупые анкеты, бывают вообще непонятно, для чего они нужны, по-разному бывает. Но если мы хотим работать в этой компании, наверное, надо все-таки изначально показать, что мы лояльные кандидаты и лояльный будущий сотрудник. И мы готовы разделить с этой компанией, может быть, даже какие-то не очень приятные вещи на первом этапе. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на персональные данные третьих лиц. То есть свои персональные данные, пожалуйста, делайте с ними все, что хотите, передавайте кому хотите, распространяйте. Но третьих лиц, своих родственников, знакомых, рекомендателей, я не рекомендую в открытом доступе и передавайте кому попало без согласия, письменного согласия этих рекомендателей. Коллеги, согласны? Согласны. Мы же не будем говорить, что если вы не запомните эту анкету, не напишите, кто ваш папа, мама и так далее, мы не возьмем вас на работу. Нет, мы так не делаем. Мы просто смотрим, как человек себя ведет, насколько он знаком с законодательством, а это, например, важно для IT-специалистов, потому что многие IT-специалисты, они имеют доступ к персональным данным и знают 152-й федеральный закон и персональные данные. Знаете же? Знаете. Поэтому это тоже показатели ваших знаний, ну и показатели вашего поведения, насколько вы лояльны. Все это можно обговорить. Если что-то не устраивает, вы спросите, а это, так сказать, можно и не буду исполнять, потому что 152-й закон не запрещает это. Я думаю, что он всегда скажет, да, конечно. Следующее, да, профессиональное психологическое тестирование. Про профессиональное тестирование, я так поняла, немного здесь было сказано, потому что многих интересует уровень вашей подготовки. И здесь тоже не до фанатизма, пожалуйста. Вот Ирина говорила о том, что даже если у вас, мы хотим видеть кандидата от года работы у вас чуть меньше, предположим, там, 11 месяцев и 20 дней, например, да, то, конечно, будем рассматривать, безусловно. Вместе с тем, конечно, будем давать какие-то тесты, как-то проверять, какие-то вопросы будем задавать. Не без этого. Но бояться того, что, ах, я не отвечу на тот или иной вопрос, и со мной вообще никто не будет общаться, вот этого не надо, потому что нет абсолютных знаний. Ну, знаете, отвечаете, не знаете, скажите, я обязательно узнаю, и на следующем этапе собеседования вам отвечу на этот вопрос, например, да. То есть желание что-то новое узнать и о чем-то новом уведомить и работодателям в том числе. Я согласен, правильно говорю, да? Хорошо, а что касается психологического тестирования, тут вообще бояться не надо, потому что вы все равно ничего не поймете. Вам будут задавать какие-то вопросы, ну, там, опросники или еще что-то такое, или картинки какие-то показывать. Это не во всех компаниях, но такое бывает. Американцы очень любят такие вещи. Вот какие-то картинки показывают, спрашивают, а что здесь нарисовано и так далее. Бояться не нужно, просто говорите вот то, что вы считаете нужным. Потому что результат, вы не знаете, какого результата от вас ждут. Если в общем сказать, кого хочет видеть работодатель, то он хочет видеть адекватного, лояльного, идущего на контакт кандидата. Вот любой профессии. Потому что когда вы придете в компанию, с вами надо будет как-то общаться. А если вы уже на этапе собеседования показываете, что у меня свои принципы, и вот здесь вот меня не трогаете, вот это я делать не буду и так далее, то, скорее всего, и в работе будет то же самое. Поэтому отвечайте на вопрос, проходите тестирование. И обязательно, тоже, по-моему, Ирина говорила, получаете обратную связь. Вы говорили. Кто говорил про обратную связь? Узнавайтесь. Ну, я слышала от кого-то, что действительно, это ведь очень интересно, совершенно бесплатно пройти тестирование, и вам, психолог, если это психологически тестировать, даст обратную связь. Слушайте, ну и что у меня там получилось, расскажите, и вам дадут обратную связь. И по профессиональности можно спросить, ну, Ирина говорит, да, что правильно, что неправильно, ну, кто говорит, какие ошибки были допущены, да, и вам дадут обратную связь, скажут, вот здесь вот вы знаете, а здесь вы не знаете. И у вас появляется зона роста, понимаете, куда надо идти, развиваться, что нужно знать. Интервью с менеджером по персоналу. Айти-специалисты очень не любят нас, рекрутеров, они считают, что, ну, может быть, присутствующих это не касается, это в общем, они считают, что рекрутеры – это досадная помеха на пути вот к компании. Но я думаю, что сегодня наши замечательные представители HR, айти-компании, они развеяли все ваши вот эти опасения, потому что все мы люди. И наша задача, точно так же, как и ваша, закрыть вакансии. Если вы ценный кандидат, то, безусловно, мы вам поможем, потому что нам нужны такие люди, как вы. Только давайте найдем общий язык, да, давайте не будем противопоставлять себя друг другу и говорить, вот я такой крутой айтишник, а ты, девочка, сидишь, ничего не понимаешь, у нас такие случаи тоже были. Да, ну и вот после этого, ну, ну, как общаться? Ну, никак. Вот, поэтому у каждого своя задача. У нас одна задача, и если вы будете с уважением относиться к нашему функциям, то мы, конечно же, вам тоже поможем, подскажем, направим, рекомендации дадим и так далее. Кроме того, рекрутер, конечно, не должен знать все тонкости вашей работы, потому что у нас в списке вакансий очень много разных вакансий. Мы не можем быть и бухгалтерами, и IT-специалистами, там, и системными администраторами, например, и программистами, и руководителями. Вот, поэтому все вопросы, которые мы задаем профессионального толка, это, скорее всего, вопросы, подготовленные нашим специалистам. Это не мы придумали, это, скорее всего, руководители структурного подразделения или специалисты придумали. Вот. Если все прошло нормально, и рекрутер понимает, что да, это классный специалист, в этом случае, может быть, следующий уровень собеседования – это с непосредственным руководителем. Либо мы объединяем. Вот я так поняла, Ирина, да, вы объединяете, вы одновременно проводите, да? Вот. Ну, понятно, что функция у вас разная, но вы… Ну, это здорово, потому что экономится время и ваше, и кандидата. Да, сразу же мы можем пообщаться. Руководители идут навстречу и сразу идут. Какие хорошие руководители. Это приятно. Хуже, когда руководители говорят, мне некуда и так далее, и сам занимайся, да, и приходится кандидата несколько раз приглашать, потом отменять, приглашать. Вот, а здесь видите, какие руководители. Кстати, я так поняла, что ребята руководители, да? Вы можете… Руководители отделов. Руководители отделов. Замечательно. О, это то, что нам надо. А можете вы нам рассказать, потому что про HR я все практически знаю, а руководители еще ничего не знаю. Можете нам рассказать, что бы вы хотели на собеседование получить от кандидата, и какие вопросы вы задаете профессионально, может быть, и на что вы обращаете внимание, на поведение, там, я не знаю, на плечёску, может быть, или еще на что-то. Поделитесь своим мнением. Расскажете? Ну, на что обращаем внимание. В первую очередь, конечно, на профессиональные качества. Вот, если я бы хотел добавить, потому что если специальности творческие, то есть, допустим, дизайнер, неважно, или архитекта, там, ТВ-моделирование, да, или моушн-дизайнер. Ну, а как сказать, надо всегда прикладывать свою парксолью, и даже если нет опыта работы, то надо всегда что-то постараться сделать для себя, сделать свой сайт. Подготовить какие-то варианты, можно даже обозначить, потому что здесь у каких компаний какое-то слово будет словом. В общем, привить свою креативность. И, соответственно, такие кандидаты и лучше запоминаются, и, то есть, формально у них опыта работы нету, но они показывают своё желание и в то же время показывают свои навыки. Вот. Ну, а что касается именно собеседования, да, то, конечно, в основном, это технические вопросы, связанные непосредственно с его специальностью, которые позволяют понять навыки кандидата и оценивать его. И тут уже, конечно, вы не отвертитесь. Если рекрутер может что-то не знать, руководитель, понятно, всё знает. Тут уже сложнее будет с ним найти общий язык. Что-то добавить? Нет, ничего не делать. Спасибо, согласна, да? Значит, обеспечительность непосредственно руководителя, а вот я ещё хотела спросить. Профессионализм – это, да, всё здорово, всё понятно, нас проверят обязательно. А вот ещё один нюанс. А вы интуитивно думаете, что с этим человеком приятно вам работать, а с этим нет? Вот по этому основанию иногда отбираете кандидата? То есть наш человек и наш человек. Условно. Условно. То есть у меня есть какое-то чувство, даже то, как собеседование проходит, становится понятно, насколько человек закрытый и насколько просто он будет решать какие-то задачи, насколько он управляемый. Вот таким моментом. Если, допустим, кандидат сразу начинает спорить, как-то, с одной стороны, это показывает то, что является своё мнение, но надо чётко знать грань, то есть что является допустимым, что является стороной. Спасибо. Я правильно поняла, что у нас собеседование мы должны быть белыми и пушистыми? А потом, когда вас приютно работают? Надо быть самим собой и, так можно сказать, что для каждого руководителя, чтобы найти себе кандидата, точно так же и соискателя, точно так же надо смог найти своего руководителя, с которым ему будет удобно и комфортно работать. Спасибо большое. Вот это очень важная мысль, когда вы приходите на собеседование и разговариваете с непосредственным руководителем. Я думаю, что нам тоже надо как-то поднаблюдать за руководителем и понять, мне вообще комфортно, что этот человек дает мне задания, будет контролировать меня и так далее. Если не комфортно, то да, надо затронуться. Ну, если общий язык нашли, всё супер, замечательно, всё будет хорошо. Хорошо. Следующий этап – это представление резюме, рекомендации. Мога запрашивает рекомендации и вот ваше отношение к рекомендациям, к рекомендациям, к рекомендациям. Калибир, скажите, пожалуйста. Я не очень, так скажем так. Доверяю. Не доверяете? Я думаю, что не доверяю. У каждого человека своё субъективное мнение. В одной компании, в какой коллектив, в какие люди, в следствии, в большинстве направления. Нужно именно собеседовать, опираться на своё мнение и на мнение непосредственно руководителя. Я скажу, что бывало необходимость, приходилось подбирать рекомендации, просто правда дать мне. Как правило, они были хорошие, но дело мне самой, как и ту компанию, как и будущему работодателю, мне слишком комфортно это делать. И я больше доверяю кандидату и своему личному опыту, который сложился. Спасибо. А если, наоборот, плохие рекомендации? Плохие рекомендации тоже стоит проверить. Съёмка уже, опять же, субъективна. Кандидат может в прошлой компании. Какие-то оценившие характеристики были, скажем, другие, нежели, чем в этой компании. Спасибо. Спасибо. Я согласна, что на каждом месте работы в разной ситуации происходят с общения, отношения с коллегами разные. И где-то какой-то объём работы человек хорошо выполняет, но придя на другое место с такими же функциями, он будет по-другому выполнять. Потому что специфика компании, да, специфика коллектива, она будет совершенно по-другому в случае. Спасибо. Я бы сказала от тебя, что бывает в ситуации, когда какой-то ценный сотрудник входит, его не хотят отпускать, ему приходится с боями буквально вырываться. И когда возникает потребность собрать рекомендации, звонишь, и тут вот такой объём негатива выплёскивается. Ну, очень, не очень приятно. А другой какой-то мест работы исключительно положительно не характеризует. Поэтому также работодатели в 90% случаев не очень доверяют рекомендациям. Если у кого-то есть такое настойчивое желание, то можно, конечно, собрать. Но в основном находимся без них. В основном, да, действительно, есть какое-то профессиональное сутьё и внимание, и чаще всего она в процессе верны. Спасибо большое. Ну, тогда я промолчу, потому что баба Иго против. Ну, вот. Я просто, ну, нет, я всё-таки скажу своё мнение. Почему я считаю, что, может быть, не полностью надо основываться на рекомендациях, но прислушиваться к ним надо. Потому что если на каждом месте работы у человека были конфликты, он никак не может научиться общаться с другими людьми, то очень великая вероятность, что на нашем месте работы тоже будут конфликты. Поэтому здесь, ну, конечно же, рекомендация не самая главная. Тем не менее, дополнительная информация имеется. Это я к чему, собственно, веду, да? Потому что заканчивать отношения, любые отношения, не только рабочие, но и личные и так далее, с соседями, с друзьями, надо, конечно, грамотно. Потому что мы не знаем, когда и где нам придётся обратиться к этим людям или кто-то обратится. Поэтому желательно, чтобы даже если какой-то конфликт произошёл, его до конца довести, выяснить отношения и попрощаться, ну, на хорошей тонь, на хорошей ноте. Можно даже извиниться. Даже если мне не виноваты, просто извиниться и сказать, что, ну, вот, если я в чём-то виноват, давайте мы не будем лежать на друг на друга. Ну, согласитесь, что это очень важно. Надо заканчивать отношения грамотно. Вот ещё есть у нашего вебинариста, Эмиля, комментарий. Комфортность руководителя – это первое, на что необходимо обращать внимание. Считает он. Ну, да, я считаю, что это важно. И следующий этап – конкурсная комиссия. Иногда бывает так, что собираются все люди, которые проводили с вами интервью. Это может быть менеджер по персоналу, непосредственно руководитель, лицо, принимающее решение, генеральный директор, собственный, там, не знаю, психолог, служба безопасности и так далее, и так далее. И вот они вместе принимают какое-то решение. Они могут вместе собраться и пригласить вас с вами пообщаться. Либо без вашего участия, несколько месяцев собеседования, и потом уже определить, какой контакт лучше. И собеседование с лицом, принимающим решением, чаще всего это, конечно, непосредственно руководитель, да, он принимает решение окончательно, что да, он не подходит или она не подходит. Но иногда лицом, принимающим решением в небольших компаниях бывают генеральные директора, собственники, ну или какие-то другие лица, о которых мы можем узнать. Поэтому ко всем представителям этой компании надо обращаться деликатно, вежливо, культурно, даже если это просто уборщица или секретарь и так далее. Вот, потому что иногда и уборщица, и секретарь могут какую-то информацию передать о кандидате, и она может быть воспринята, в общем-то, да, как то, что, может быть, и не стоит с ним связываться. Ну, я вас попугала, конечно. Асфальт – это все нормально, это мое решение непосредственно руководителям. Ну, вот такая структура. Мы сейчас будем уже заканчивать. Я хочу напомнить, что у нас реальность такова, что в последнее время мы все больше и больше учимся. Я, по-моему, когда я была совсем молодой девочкой, юная, у меня был сосед, ему было 35 лет, и он поступил в высшую очередь на сведение. И он, боже, такой старик, высший учитель. Кто его вообще взял? Вот, ну, на заводчик он там ничего не поступил. Ну, а сейчас я старше его, и я понимаю, что я с удовольствием сама учусь и всем рекомендую. Поэтому специалист, вывестивший свою квалификацию, на 15-20% дороже. У нас есть конкурсы. Мы вас приглашаем принять участие в конкурсах. И если вы выиграете, то, естественно, у вас будет сертификат на наше обучение. Скидки очень большие. Вот наши выпускницы, моя в частности, горжусь нашими выпускниками. И, пожалуйста, принимайте участие. А это вот тот самый курс, о котором я говорила. Вскладный семинар. Вот эта группа закончится. Видите, они сделали вот такую фотографию креативную. Успешный поиск работы и трудоустройства. В первом модуле мы говорим о том, как подготовиться к встрече с работодателем. Ну, а во второй части о том, как с ним себя вести. Если кому-то интересно, регистрируйтесь и приходите. А закончить мне хочется сказкой о двух лягушках, которые попали в горшок с молоком. И одна из них не стала бороться и утонула. А вторая стала бороться за свою жизнь и сбила кусочек масла и выскочила. Очутилась на свободе. Это вообще пасть не зуба, но она как сказка у нас представлена. Поэтому я думаю, что мы больше напоминаем, вот здесь собравшиеся все, я себя тоже к вам отношу, именно вторую лягушку, которая пытается что-то сделать. И наверняка у нас все получится, но не может не получиться. Согласитесь? Итак, желаем вам работоспособности, целесостремленности, удачи. И до встречи в специалисте. Спасибо большое. Торжественная часть у нас официальная закончилась. Теперь вы можете пообщаться с нашими сотрудниками, с нашими работодателями. Ира, подайте пожар. Всем спасибо, кто был с нами. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. Здорово, вот кто-то из девочек говорил, Ирина, по-моему, говорила. Да, конечно, информации много, я согласна, конечно. Одна конкурсия, вот есть, чтобы мы деморальные подготовки в сессии. Обязательно. Обязательно. Потому что в сессии, в сессии, в сессии, в сессии, в сессии. Конечно. Это очень важно, да. И я рассказываю, как мы можем использовать для того, чтобы... Это непосредственно руководитель, точнее, доживая руководителя в сессии, в сессии. Спасибо.